Территориальная избирательная комиссия провела финальный день обучающей программы. Проговорили основные моменты из теории и рассмотрели несколько практических примеров. Для этого на сцене выстроили макет обычного избирательного участка. Были смоделированы нестандартные ситуации, такие как вынос бюллетеней на улицу, отказ избирателя от голосования, снятие кандидата с выборов и многое другое. Особо внимательно разобрали ситуацию о вбросе бюллетеней. Происходит опечатывание стационарного ящика, докладывается в дежурную часть. Из дежурной части соответствующие сотрудники полиции и следователи должны прийти и изъять этот стационарный ящик со всеми бюллетенями. Наталья Тачанова исчерпывающе прокомментировала ситуацию, когда избиратель пытается вынести бюллетень с участка. Наталья уже четвертый раз участвует в выборных кампаниях, но впервые в качестве председателя. Считает обучение неотъемлемым этапом подготовки ко дню выборов. Сначала мы почерпнули знания теоретические из рабочего блокнота, методических рекомендаций. Сегодня практическая направленность семинара очень важна. Эти нестандартные ситуации, которые, возможно, наверное, нельзя спрогнозировать по книгам, мы сегодня разобрали и понимаем четкий порядок действий в той или иной ситуации. В завершении все желающие смогли задать интересующие вопросы. Также от сотрудников МЧС и полиции был проведен вводный инструктаж о правилах поведения в экстренных ситуациях. На сегодняшний день мы очень высоко оцениваем готовность наших избирательных участковых комиссий для работы в день голосования. Точно так же территориальная избирательная комиссия готова, и мы все, безусловно, будем с радостью ждать этого дня. 8 сентября на избирательные участки будет завезено, проверено и опечатано все необходимое оборудование. И уже в это воскресенье каждый житель Подмосковья сможет исполнить свой гражданский долг. Избирательные участки будут работать с 8 и до 20 часов. Алексей Мельников, Владимир Биржонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.